всем привет с вами юля давненько не виделись и наконец-то я собралась силами чтобы снять для вас это видео рассказать о моих каких-то результатах о моих процессах рассказать о том где я пропадала немножко поделиться своими моментами из жизни честно вам скажу очень сложно возвращаться к снятию видео после большого перерыва и только благодаря вам дорогие мои зрители подписчики мои друзья благодаря вам вашим комментариям вашим сообщением тем кто писал в инстаграме вконтакте фейсбуке писали юля где ты возвращайся ждем тебе и вот эти все теплые такие сообщения звоночки они конечно же не дали мне вот знаете уйти совсем из вышивальной среды погрузиться в свои какие-то дела житейские вот благодаря вам я все-таки собралась силами и снимаю это видео и хочу немножко конечно рассказать во первых где было и почему отсутствовало такое лирическое небольшое отступление но это я думаю надо чтобы вам было понятно причину моего отсутствия вот у меня настал такой момент когда от вышивки у меня стала болеть очень сильно правая рука точнее от шеи до плеча вот эта мышца ну и сама спина стала болеть потому что целый день на работе за компьютером а вечером за вышивкой упражнений это никаких я особо и не делаю вот знаете когда был такой момент закрыты были спортзалами сейчас закрыты недоступны нам и вот постепенно выходишь из какой-то клеи и забрасываешь упражнение и пришла я к тому моменту что у меня очень сильно стала болеть рука вышивать и не могла спина у меня стала болеть мне нужно было срочно делать какие-то процедуры массаж и что я и стала делать и главное все же у меня есть все необходимое все есть для прогревания для каких-то процедур но просто вы знаете элементарная лень профилактики ничего не делала креслики затягивают себя запустила и настал такой момент когда организм просто взбунтовался и сказал что все юля или я или или твои крестики и пришлось мне конечно выбирать свой организм куда же без него и уделять много 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 времени поэтому вышивать я никак не могла я даже пробовала делала попытки но когда у меня начало уже делать процедуры лечения затем больное когда вот начинаешь лечить она еще больше воспаляется еще больше то все стало болеть у меня так что я и спать и толком не могла поэтому никаких крестиках уже речи и и не шло одни мысли были о том как бы поскорее восстановиться вот ну и наверное это еще способствовало тому что мы решили съездить на выходных на нескольких выходных мы ездили к нам на дачу не совсем дача это домик в деревне у нас в центральной греции не так-то близко 4 часа езды до нашего домика и там у нас очень красивая природа есть где погулять мы зажигали камин жарили мясо каштаны ну в общем мы очень хорошо проводили выходные и каждый раз когда мы ездили мы ездили разными путями смотрели любовались различными греческими видами деревня у нас горная в основном тут очень много деревень горных поэтому пока вот на одну деревеньку заедешь в горах может быть 500 метров над уровнем моря тысячу метров там пока туда выберешься съедешь с гор на другую гору заедешь другую деревню знать это такое путешествие очень интересно конечно же утомительно все это дело но очень очень конечно красиво было и хотелось немножко прогуляться именно вот такое что-то чтобы была природа лесок море у нас здесь всегда то конечно под боком летом а вот такой природы не хватало у нас там и рядом метеоры я думаю многие слышали это такие такое место где много монастырей и они на очень интересных скалах островках расположены и вот ну конечно туда просто так не поедешь погулять все все там ножками ножками нужно и очень сильно устаешь но для атмосферы мы туда тоже ездили все это конечно красиво в горах высоко интересно ну в общем масса масса положительных эмоций мы конечно же сил набрались отдохнули вот но прошло какое-то время я стала восстанавливаться но не тут то было мы сможем дружно заболели вот этой болезнью модной все приболели а мы как ну и мы заболели но слава богу у нас не было каких-то тяжелых тяжелого течения этой болезни может только было немножко температуры у меня совсем чуть-чуть там один день но у нас по-другому она себя проявила у нас была очень сильная жуткая слабость сонливость я просто даже не представляю как мы столько спали вот мы всю ночь спим причем много по 10 часов и днем вроде пытаешься что-то поделать но так устаешь и раз уже нужно прилечь по подремать и вот и днем и ночью мы спали и мы конечно же две недели на карантине на работу никуда не ходили соответственно и вот эти две недели они прошли как один день как как во сне как будто мы все эти две недели проспали я вообще не представляю как как это так можно было как это у нас так получилось и вот я очнулась 25 декабря девочки да на рождество вот на рождество у меня пришло какое-то просветление глаза открылись какие-то силы появились я такая вроде бы приободрилась что уже просто почувствовала что я могу что-то делать вот и конечно же делал домашних было много я правда на карантине пыталась что-то делать но это очень как-то мало и вообще не продуктивно и читать не могла и вышивать не могла пыталась что-то подсчитывать но так слабенько в основном смотрела документальные фильмы хотя бы этим youtube богат и я выбрала несколько тем прям все там пересмотрела смотрела про советский союз про коммунистов про ленина про сталина в общем ушла в эту тему все что было все пересмотрела в общем так хорошо что есть youtube сколько много интересной полезной информации уже готовой на блюдечке если читать не можешь что хотя бы лежи и смотри тоже какая-то информация вот ну и 25 числа пришла в себя мы праздновали с мужем так очень скромно потому что понятно что никуда не пойдешь и новое у нас ограничение карантинные 26 там в субботу мы вышли к крополе прогуляться даже у нас на улице в кафе на улице просто сидеть даже нельзя нельзя потому что у нас пока еще нет этого удостоверения до сертификата вот и как как сироты на лавочках кофе попили погуляли и все и по домам вот так вот ну по крайней мере мы уже возвращаемся к нашей нормальной жизни я стала смотреть youtube потому что без вышивки youtube я не смотрела я смотрела все что угодно только не youtube потому что ну как бы так бы себе не раздражать до вышиваться не могу вот сейчас стала смотреть youtube и знаете вот посмотрела оксана вернулась дерево за нас сусанна у а я рукодельница надежды много всего там на вышивалась и вообще сейчас только роликов девочки итоги снимают и процессы итоги года подходят ну в общем много всего интересного конечно я вдохновилась и вот ладно уж думаю собралась силами и и я тоже сниму покажу что у меня да как хотя конечно вышивок у меня здесь результатов кот наплакал ну что есть и мы будем делиться вот сегодня снимаю на мобильный телефон я надеюсь будет более-менее нормальное качество потому что у нас дождь пасмурно вечер и я камеру свою настраивала ну вот сколько было не ставят темно очень темно она плохо передает цвета я решила ладно сегодня сделано телефон попробую вот если уж мне не понравится качество то следующее видео с моим рулоном с процессами еще раз мы посмотрим все эти работы но я надеюсь что будет достаточно нормально видно все-таки телефоны сейчас тоже хорошие у них камеры мы пока это все рассказывала вы конечно уже увидели две моих главных работы главных финиша этого времени начнем с этой красавицы это дизайна dimensions называется дух волка но у меня этот набор был в сборке от магазина клубок желания это был подарок а девочек наш на отшив вот ну я такой товарищ оказался как бы не очень организованный да вот на заказ не могу и вот как то так не получается у меня все по настроению есть настроение вышивается нет лежит вот работа хотя не мечтала так долго не мечтала то хотела ее вышить ну наверное процессы куча всего интересного и все это каждый процесс тянет к себе и поэтому времени не хватает ну действительно дизайн любимый я ним очень и очень давно мечтала у меня схема даже была скачаны распечатанная все как положено но тут поступило такое предложение я конечно же не отказалась ну вот затянула с отшивом начала снизу повышевала тут чуть-чуть здесь чуть-чуть и потом отложила эту работу долго что-то еще там поначинала вот но глядя на все мои процессы я вспомнила именно о в этой девушке и решила что в этом году надо обязательно завершить но просто уже нельзя ее переносить с из года в год да вот в таком состоянии нужно ее завершить к тому же здесь вышивается все очень просто здесь у нас аида 14 каунта каунт крупники хороший схема очень четко простая логично продуманная все организация была замечательная поэтому сам процесс очень-очень легкий даже вот со всеми моими этими приключениями болезнями я вот все-таки и и вышила достаточно быстро баксича здесь мало он не такой-то сложный можно его вышить хотя вот в последнее время поняла что баксич меня стала мне не очень нравится почему-то вот у меня периодами то я нормально его вышивала то вот он не знаете стал не нравится потому что вроде крестик и вышел уже хочется вот вот он финиш а нет садись и еще несколько вечеров потратил его времени чтобы вышить этот баксич ну в общем я немножечко так по поднапрягла с этим баксичем стонала-стонала но я его вышила вот так что фух можно сказать что все удачно случилось все получилось что можно сказать по этому процессу но процесс легкий и быстрый очень приятный цветовая гамма здесь великолепнейшая потому что здесь нет таких участков где где там можно заскучать и что-то неприятно даже вот черные вот эти вот волосы они тоже вышивались очень приятно потому что вышиваешь какие-то одежды какие-то элементы яркие чуть-чуть и черным приятно повышевать вот как-то здесь вот так но настолько уравновешенно гармонично что процесс он от начала и до завершения он очень легкий приятный верху в круге очень много полукреста в 2 ниточки и в 3 ниточки по моему больше не было тоже вышивается полукрест легко ну в общем вот этот круг эта рамочка тоже вышивается легко три цвета вот желтый и по моему бленд по вот эти вот желтые границы ну и внутри вот этот цвет такой красный тоже бленд потом заполняешь общем все здесь просто все элементарно все приятно результат какой красивый какая хорошая работа какая красивая я люблю эту тему индейцев у меня есть одна красавица вышитая оформленная есть у меня еще работы в рулоне не оформленные есть много наборов уже накуплено дай бог здоровья и времени чтобы справиться и все это вышить но потихонечку это что получается я этого тоже рада что время находится что я хоть как-то мои мои работы вышиваю и вот я не так давно мечтала его сейчас вышла сама не верю что я ее вышел ему неужели сбылась моя мечта извините голос немножко садится еще и не привыкла так много разговаривать немножко такой голосочек не очень у меня постепенно все восстановится вот что хочу сказать по этой работе единственный такой момент вот на обложка вот они органайзеры схема здесь у девочек они делают ее очень очень качественная разработка мне понравилось края у основы оверложены обработаны это тоже большой плюс ничего не нужно делать все готово открываешь и вперед вот единственное что по этому процессу у меня здесь не так все хватило но остаток очень очень такой скудный и какие-то ниточки у меня остались только на иглах соответственно я уже все это выбросила вот и вы можете посмотреть да сколько ячеек пустых вот что осталось по ниточкам так тут и даже себе подписывала цвета потому что думал что мне вот не хватит нужно будет находить эти нитки ну все вот ушло прям вот под под хвостик под корешочек видите здесь папа ниточки папа по две ниточки где-то осталось прямо так вот мало-мало здесь чуть-чуть побольше каких-то блендовых этих цветов тут тоже одна ниточка тут тут нет тут нет видите ну видите так так скудненько скудненько почему-то даже сама не знаю почему я вроде бы вышиваю аккуратно то у меня не идеальная изнанка вот смотрите самая простая может быть ленивая просто изнанка но не адрес не протяжек здесь той схемы простая здесь в общем то просто вышивается почему так мало осталось не так я не знаю ну вот как и есть я вам показываю все без прикрас рассказываю вот нам здесь указан размер 28 на 36 а давайте-ка мы померим что у нас получилось какой размер так размер основы 48 48 на 36 половиной размер самой девушки 33 с половиной высоту 33 с половиной что носила колба почему так 33 с половиной а здесь у нас 27 27 27 27 с половиной 27 с половиной еще раз 33 с половиной как-то высоту у меня получается поменьше села что ли не знаю ну вот как то так все померила вот так получилось в целом эта работа очень довольна я рада что я смогла ее вышить они мечтала мечту осуществила прям вот не нарадуюсь пока отправляется в рулон может когда она вышиваются там ее друзья и идеи с разные может быть тогда вы это вместе их оформлю и будет у меня какой-то уголок на эту тему у dimensions много красивых интересных дизайнов с индейцами поэтому можно и нужно их вышивать вот покажу чуть чуть поближе я не знаю как будет показывать мне мой телефон засвечивать не засвечивать вы мне потом напишите как вам видео на телефон лучше хуже к красавица дальше дальше еще одна работа это можно так сказать гордость моего года этого 2020 первого уходящего уже все оставилось несколько денечков вот с этой работой не все так просто не все так гладко и обо всем по порядку ну во первых вы знаете это design dimensions зимней радости но это также сборка от магазина клубок желаний когда я покупала этот набор это было несколько лет назад у dimensions этот дизайн был снят с производства перевыпуск не намечался можно было найти набор но это было дорого и на тот момент я такие деньги давать не могла вот да знаете у нас в жизни разные такие этапы где-то что-то можем где-то что-то не можем тот момент не могла а у магазина глубок желаний есть проходит очень часто акции 1 плюс 1 и вот очень было выходно покупать по по этим акциям один покупаешь 2 тебе набор в подарок я так очень много наборов накупила и кстати об этом не чуточку не жалею потому что наборы хороший комплектация хорошая и вышивок у меня много тоже от вот девочек уже я сделала уже попробовала их комплектацию но есть комплектации так скажу получше есть где-то немножко вот с каким-то такими недочетами вот возможно это связано с тем что девочки когда комплектуют они опираются на самого производителя а у самого производителя многие такие дизайны были плохо укомплектованы с недостачи ниток поэтому может быть вот эти ошибки они и перескакивают как бы уже и в комплектацию ну я думаю что девочки когда дорабатывают наверное контролируют этот процесс вот я расскажу свои впечатления вы уже как бы сами думаете смотрите решайте как говорится вот значит здесь у нас тоже веру обработанные края выложенные тоже так удобно плюс сразу открываешь начинаешь вышивать здесь у нас размер у меня получился размер каун хотел сказать 18 размер мы сейчас померяем потому что я не помню какой мне там получился размер так почти 40 сантиметров у нас здесь 39 и 7 до почти 40 на 25 с половиной сантиметров высоту здесь мы ближе к оригиналу не знаю может быть зависит от основы вот значит что у меня с этой работой вышивала я ее несколько лет и совместных проектах и так и сяк вот я и я ее вышивала ей занималась но сам дизайн он настолько насыщенный что кажется что вроде бы и простая работа просто вышивается но на обработку каждого участка до каких-то вот элементов уходит много времени вот вышел ты полукрест здесь какой-то участок казалось бы быстро вышивается а потом вот тут вот нужно бэкстич вот эти камушки травушки все нужно повышевать здесь что-то вышиваешь вышиваешь тоже потом бэкстич он цветной он тут разнообразные все эти линии не пропустить и вот я шла вот такими вот этапами каждый этап каждый участок для меня была это какая-то победа и и я сразу я же понимала что здесь очень много всех этих деталей сразу вышивала бэкстич вот тут вот вроде бы шила шила самая конечно же большая победа и радость это вот эта повозка этот центральный элемент настолько радостный настолько вот яркий эмоционально яркий глядя на это веселье тоже поднимается настроение вот как-то я сейчас прониклась этим сюжетом зима же все-таки новый год а я но я только 25 декабря проснулась поэтому простительно мне вот и значит я тут все вышивала вышивала и сразу же бэкстич вышивала но когда я дошла вот к этим участкам верху деревья я видела что много я тоже старалась там все это вышивать девочки я вышивала нас так много дней этот бэкстич с таким вот усердием все его ши его шьешь-шьешь он не заканчивается я не могу понять я прямо дня три или четыре вышивала вот эти вот ветки одни тут и выкладная нить тут и бэкстич и он разноцветные таким цветом и всяким цветом его знаете в какой-то момент какой-то как будто время утекает без какого-то результата шьешь-шьешь не заканчивается а потом тут еще нужно было вышивать в общем эта работа вот из-за именно этих участков у меня так сильно затормозилась мне уже девочки писали юля ну давай ну ты же уже с нами его вышивала ей совместном проекте в котором я вела и уже так давно ну да шей но я правда вышивала я не могу понять почему я такая медленная почему мне не получалось и правда вышивала но так много времени у меня уходило не откладывал опять возвращалась опять вышивала опять какие-то тут нюансы у меня были не так здесь у меня кстати не хватило много каких-то цветов вот тут вот в небе голубых цветов не хватило нитки подбирала вот но наконец-то все завершила это знаете я может быть не все прям идеально вот здесь сделала я вижу что у меня там может быть где-то какие-то пропуски но сил больше уже просто нет возвращаться к этой работе и для меня и так все хорошо я старалась целая картины есть восприятие праздника и зимы есть поэтому все веток мне там эти хватит у меня прошла осенняя обрезка и хватит больше веток потому что ну там их очень много давайте я вам покажу ну конечно же самое интересное вот эту повозочку лошадки какие классные лошадки их примут можно брать и вышивать отдельно просто эти лошадки эту полоску миниатюрку делать так брать можно этот участок центрально вышивать от миниатюрку красота красота просто настроение очень нравится даже вот этот уголок казалось бы здесь ничего особенного какая-то соломенная такая куча снов какой-то с пшеницей с чем-то там оставили травой какой-то сено не знаю что такое и занесло его снегом вот тут две тыковки тоже снежком их присыпала вроде бы такой участок но тоже какой-то в нем есть что-то такое атмосферное до деревенская какой-то такой элемент деревенский да то что-то убирали не добирали тыквы остались заборчик покошенный и вот видите вот здесь вот среди заборчика тоже сколько бы к стечи вот этих вот черточек полосочек их так вот сразу все не увидишь не разглядишь глаза но в целом они тот эффект объема не создают все как положено но вышивать это все же понимаете сколько деталей здесь тоже то цветное деревья выкладная нить и бы все сверху утки мне нравятся очень нравится водки такие классные люблю птички тогда присутствуют в работе где-то улетают сидят тут у нас какие-то сарайчики елочки вот они елочки красивые елочки конечно такое солнце закатное небо волшебное домик естественно домик классный просто классный здесь единственного мне конечно были моменты по подбору ниток под по цветам я думаю что кто очень хорошо знать дим и сейчас бросаются некоторые цвета синие они здесь не очень качественно подобраны и тоже мне были такие сомнения ну так как я уже начала тогда вышивать я уже не стала ничего подбирать искать оставила так как есть и хотя конечно есть некоторые отличия вот два-три цвета они конечно тут выбиваются их можно усмотреть и но вы строго не судите и сильно не критикуйте смотреть нужно в целом целом работа получилась симпатичную знаете на тот момент когда я покупала мне хотелось этого дизайна привод невероятно как и мне было не важно что будут какие-то отличия по цветам я же прекрасно это понимаю вот но на тот момент так все складывалось поэтому время-то прошло вот и и вот ну главное работа вышелась мне все нравится буду надеяться что когда-нибудь я ее оформлю не все так просто получается по оформлением стен там мало по тематике трудно скомпоновать потому что у меня все вышивается не серийная вышивальщица начинаю серии дошить их не могу потому что начинаю новые серии новые серии у меня вот все вот так вот новенькая начинается и время уходит и поэтому долго собираются какие-то может быть серий ну зимнюю серию дименшинс очень хочется иметь конечно дименшинс они молодцы это на века дименшинс это на века особенно зимних сюжет и на века так показала вам свои итоги по итогам больше мне ничего нет давайте перейдем к процессам процессов у меня немного что есть камера пишет пишет что есть буду показывать буду делиться с вами и так собрала я с работы забрала я с работы вот такой вот без корни ушку от реолис начала очень давно весной на работе и это у меня именно рабочий процесс хотя процесс это не простой это не такой что можно сказать отдыхал очка да потому что хоть и маленькая без корню жечка потому что здесь вышивка крестом через одну нить переплетения на какой основе так лугана лугана 25 каунта пожалуйста бежевого цвета нитки мулины анкор 5 цветов металлизированной нити бисер два вида наполнитель две иглы вот такая красота вот и я начала весной работе этот процесс по чуть-чуть его там вышивала вышивала и так как сейчас у нас уже скоро конец года конечно же мы поглядываем на наши процессы которые еще ну можно успеть завершить до чтобы были получше итоги кстати в этом году у меня итоги нормальные несмотря на все мои приключения какие-то до жизненные такие вот передряги все-таки я смогла на вышивать какое-то количество достойное вот но и хочу успеть его вышить эту без корнюшечку эту подушечку я думаю у меня получится я вчера вечерок посидела глазки свои понапрягала у меня вышился тут внизу мне было не дошито вот вот этим цветом кружева внизу я дошивала и приступила к бэкстичу бэкстич у нас металликом 3 нити вот такого тоже кружевной красивый очень конечно красиво получается но вы знаете мне кажется что не оправдана она сложна не оправдана здесь такие близкие цвета подобраны и через одну нить вышивать это очень очень тяжело я вот прям вы знаете напрягаю глаза правда вам скажу для того чтобы посчитать правильно были ошибки приходилось что-то переделывать но вот уже у меня основная часть и готова сегодня что я буду делать сегодня я конечно же доделаю бэкстич и сделаю рамочку но обошью до чтобы потом сшить без корню хотя почитала в инструкции вот именно это без корню предлагается сшиваться не швом без корню а чтобы складывались две детали лицом вместе прошивались и потом выворачивалась детали изделия и наполнялась наполнителем но мне кажется у меня не получится красиво так сшить поэтому я буду шивать швом без корню вот и значит у меня первая половинка готова нужно будет вышивать вот вторую половиночку здесь тоже много есть что вышивать не так что прям вот совсем пустенько особенно через одно не переплетение конечно это все так очень трудоемко ну сегодня завтра я смогу завершить эту без корню пусть не сегодня но завтра да потому что все таки работы здесь много на объемная через одну нить трудно вышивать медленно вот но ну думаю что концу года я завершу вот поэтому сейчас похвастаюсь вам как она у меня в процессе чтобы уже присняйте видео об итогах можно было показать что вот ура сделала ну надеюсь получится то есть забегаю вперед и вдруг что-то вот будет бисер также в украшении есть у нас давайте вам покажу у нас два вида бисера вот и конечно же есть наполнитель все есть поэтому все есть вышивали и покажу вам потом уже что у меня получилось какой готовый результат так это один процесс вышивался идем дальше идем дальше так было у меня настроение что-то повышевать такое несложное то что можно вышивать в кровати без особых премудрости как каких-то сложностей полежать и немножечко крестиков повышевать медленно но с удовольствием и я вспомнила что у меня есть вот такой замечательный набор панна называется вода у меня вышит земля вышит воздух и огонь нужно вышить воду и землю вот давно я начал эту серию первые два вышла шустро-быстро вот эти отложились и как-то я все не могла очередь к ним никак дорожка не проходила вот решилась я начать чтобы точнее я лето начала ну отложила и решила начать снова вышивать этот дизайн процесс чтобы хоть как-то его продвигать ну и повышевала несколько вечеров достаточно неплохо я здесь продвинулась за несколько вечерков так сильно меня почему-то засвечивает моя лампа кажется что прям крестике совсем просвечивает не знаю как так у меня получается так к лампа активная оказалось то мне света мало то мне света много подальше что ли так как-то не знаю как вам показать но может быть когда зальется на youtube исправится это светопередача посмотрим как то так в общем поставила немножко приглушила освещение может быть не сильно будет высвечивать сами крестики на самом деле здесь хорошо крестик закрывается нет просветов все очень плотненько их и хорошо но почему-то у меня сейчас эта лампа очень сильно подсвечивает и как-то размывает что ли знаю даже как вам показать видно показать такую красоту ну ладно будем надеяться что при заливке исправится так давайте покажу вам рядышком и обложку чтобы вы сразу видели на каком этапе я нахожусь самом самом начале я люблю начинать снизу идти снизу вверх у меня здесь уже появляется дельфинчик появляется нога красавицы морской владычицы вот она нога если вы не видели и вот на сама морская владычица вот ее лицо вот видите также у меня здесь вышивается вот это ребёшечка мы пока больше ничего а рука вот уже появилась вот она видите вот она рука будет конечно еще бэкстич мы сейчас здесь будет много но легко вышивается без каких-то сложностей вот ну и конечно сам процесс очень увлекательный простой но он увлекательный потому что здесь такие яркие нитки это это вот праздник правда если кто-то найдет эти наборы девочки покупайте я знаю что после отшива кто успел купить эти наборы тот молодец потому что их сняли с производства и потом девочки просили искали и ну найти сейчас их сложно если кто-то там продает знаете там хомяки расхомячиваются вы видите покупаете даже не думаете это классные дизайны мне даже муж их оценил я хотела сделать подушки он когда увидел эти дизайны сразу говорит никаких подушек это это картины будут нужно их вышить видите уже время сколько прошло сколько лет я еще никак не вышила ну какие наши года какие красивые нитки да классные просто нет невероятные и яркие такие сочные какой здесь праздник про вот нитки смотришь и все и полечился классные это ниточки гамма они здесь в этом наборе очень качественные хорошие хоть и не коротенькие неважно и складываю две ниточки и вышиваю единственное так как я вышиваю на моем этом держателе как у на топексе забылась на топексе и у меня нет доступа к изнанке у меня вот эти вот хвостики да не красивый ну куда деваться пока вот так закрепляю нить иногда закрепляюсь на лице но не всегда то возможно все зависит от цвета нитки чтобы не просвечивала ли еще что-то я просто вот хвостиком закрепляюсь вот ну как же мне показать вам не знаю не получается не получается не получается не получается у меня засвечивает очень сильно лампа ну ладно посмотрим как-то я думаю ну вот так более-менее видно вот так сейчас более куда уж куда ушло как это было почему что-то что-то как-то настроилась только что камера и хорошо показывала освещение сейчас опять подсвечивает ну ладно не буду я голову ваморочить с цветопередачи это значит у меня второй мой процесс который хоть как-то вышивался так идем дальше идем дальше без стартов у меня не обошлось хоть у меня и очень много начатых процессов и я сама себе уже втихаря говорила сарикалась не буду больше ничего на чего начинать ничего только буду все завершать нельзя начинать но но девочки я на фейсбуке я раньше на фейсбуке никогда не заходила ничего там не смотрела вообще не занималась фейсбуком и не знаю как он работает как то у меня с ними сложились отношения это я решила все-таки нужно приобщаться и к фейсбуку завела там страничку стала смотреть чего гречанки вышивают что мы вышиваем то я знаю что у нас в контакте то и фейсбуке одно и то же все вот а то мне захотелось посмотреть что у гречанки вышивают но а наши же загоняются больше по прикладной скатерти дорожки салфетки все это очень красивые такие тоже орнамент орнаменты красивые там масштабы гигантские все как у нас но только по по прикладной и я вот смотрела 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 мне знать это стало обидно какой-то момент я тут значит вышивая вышивая свои картины столько вот тоже много вышиваю и потом куда это все в рулон соответственно кто этот рулон увидит только мы с вами больше никто не увидит этот рулон а вот застелить нечего вроде бы и рукодельница вышивальщица нет ни одной дорожки ни одной салфетки как-то стыдно стало обидно стало и думаю нет надо исправиться надо срочно что-то начать вот я залезла значит к себе в свои запасы и думаю так начать нужно малой кровью чтобы не сильно было мне так затратно из того что есть и нашла его такой отрез основы уже обработаны это аида 10 каунта крупненькая из какого-то китайского набора что-то там я за копейки покупала и и вот ради этой основы и потому что она очень хорошо претированная плотная такая знаете тут какая-то синтетика присутствует но он такая очень хорошая плотно вот на дорожку что надо ну чтобы выносливость была при стирке и вообще как бы не деформа не деформировалась вот цвет такой нежно-лимонный очень приятный такой сливочный цвет дорожка но я уже не буду мерить давайте померяю давайте померяем так 79 сантиметров 79 на 35 с половиной вот 79 на 35 с половиной вот такая дорожка значит смысл этой дорожки будет какой у нас есть такая красивая коробочка открываем ее сейчас я буду все рассказывать какой здесь у меня какая задумка с этой дорожкой так что я во первых озадачивалась мне нужно было под именно эту дорожку подобрать какой-то орнамент какой-то рисунок не просто так поэтому я в интернете искал из какой накачала сколько схем это что мы только дайте ему у меня где-то 30 или 40 так как дизайнов на скатерти и вот этих орнаментов я накачала там конечно глаза стали разбегаться я уже там вся вся потом мы истекала не знала что мне выбрать бедника и прям уже думаю зачем я свои вышивки вышиваю мне скатерти нужно вышивать у меня дома не одну из скатерти вот понимаете впечатлительный я человек очень сильно вот и нашла я вот такой вот орнамент это кстати что-то из квакеров там три такие звезды какой-то домик ну вот дизайн такой но я увидела что одна из девушек использовала нету конкретную звезду другую звезду тоже там свои цвета придумала взяла значит орнамент свои цвета и вот у нее там тоже что-то интересного такая дорожка стала получаться я потом нашла эту схемку выбрала себе другую звезду но на мне здесь по размеру подошла эта звезда вот не нужно было расположить так чтобы она по 2 помещались да вот эти лучики так мне пришлось немножко лучики вот эти подрезать ну я может быть еще и потом вы еще но вот пока пока так значит у меня здесь вот эти вот две такие звезды что по ниткам что по ниткам значит у меня центр идет цвет один и тот же а все вот эти вот эти звезды будут они все будут разным цветом почему потому что у меня здесь нитки пнк имени кирова и покупать мне здесь их нигде и не хочу а хочу использовать свои запасы поэтому я выбрала вот такую палитру осеннюю теплую гамму такую теплую вот этики они такие красивые ниточки все вот я долго думала какой мне палитру взять но так как этот цвет такой сливочно-лимонный к нему очень хорошо легла эта гамма прямо такой приятный горчичные цвета зеленоватые травин травинные такие красивые цвета вот поэтому я я выбрала бы такие ниточки вышиваю в три нитки крестика и на один вот такой элемент у меня уходит ровно одна бобинка но вот остается иногда вот такой вот остаток вот поэтому у меня все вот эти элементы они будут разные по цвету включаются мои напоминалки разные так все они будут разные но как-то я буду их компоновать да в одной как бы гамме в одной палитре ну и это будет не просто вот такая вот дорожка гола конечно же здесь у нас все это очень хорошо развито и продается очень красивая кружева которая пришивается ножи готова я такое знаете как из металлизированной нитки плетеная различное кружево можно различных оттенков подобрать из под золото и под серебро различные оттенки красиво такое крупное кружево идет по краю да и вот кисочки можно в общем украшалки здесь есть но уже готова его покупаешь и просто пристрочить нужно будет так кружево поэтому вот у меня такая дорожка вот на мой этот комодик на мой этот комодик с таким вот кружевом но вот я вышила вот прям на одном дыхании 2 2 этих элементов не немало я вам скажу потому что две бобинки отшить да вот так вот многое потрудилась но потом уж пол дорожки вышила нужно отлеться на что-то другое и побежала вышивать свою красавицу или еще что-то но процесс это такой который будет вышиваться потому что идея выше что-то прикладное меня не оставляет обязательно я хочу что-то вышить потому что мне действительно хочется украсить свой дом не только стены а вот чем-то практичным чтобы можно было застелить какие-то салфетки очень мне нравится хардангер я столько тоже схем накачала пересмотрела так нет уже хочется что-то попробовать все хочется вот где взять время девочки где его взять вот без корню этого года как красавица помогает мне здесь какие-то остатки ниточек может быть уже не надо пока пробовала тренировалась у меня парковушка вот такой у меня здесь процессик образовался видите схемочка так вот как бы тут скромненько тут магнитик моя птичка красивая держит иголочку одна иголка больше не надо все так закрывается вот вот такая вот будет у меня красивая дорожка я надеюсь я смогу ее вышить осилить вышивается легко и быстро интересно и очень хорошая основа плотная вот китайские основы они классные для для прикладной будет хорошо форму держать вот насчет изнанки я не заморачиваюсь я боялась всегда этих вещей что я не могу вышивать идеальные изнанка и рука то набита уже под под картины но я посмотрела девочки женщины выкладывают тоже свои изнанки показывают нифига у них не один не идеальная изнанка такая же как у меня обычная простая с какими-то закрепками и протяжечками есть конечно мастерицы которые делают идеальную прям вот идеальную есть такие но в большинстве своем никто не стесняется это все ручная работа это все вот так вот застилается и никто там не залазить не смотрит как ты там эту нитку закрепил никому она не нужна вот ну-ка кто-то может быть так и делает но по крайней мере здесь я смотрю народ не заморачивается и очень много вот таких вот вышивок и прям вы знаете по сезонам то там такие скатерти тут там такие дорожки там на и как бы как это сет комплект комплектом дорожка салфетки там все впечатлилась и вот тема у меня новая открылась на дорожки и салфетки и и вспомнила я у еще одной своей скатерти тоже давно купила начала и так как где картинка сейчас секунду уже вечереет думала два видео снять но нет сегодня одно видео сниму сил у меня пока не хватает на может масштабную съемку как раньше могла целый день наснимать на снимать вот когда-то давно тоже у нас греции я купила вот такой набор фирме вервака очень красивая скатерти 80 на 80 сантиметров с участками под вышивку схемой нитки соответственно в наборе очень качественная скатерочка прям вот шикарная беленькая такая посмотрите летняя и весенние да вот так застелить столик чайный ну прям красота прям глаз радуется вот почему у меня нет до сих пор такой и скатерти скажите мне кто в этом виноват почему когда она будет ночь меня когда-то давно то я начала тоже по причине того что у меня не получается идеальная изнанка я застеснялась и отложила этот процесс подумала что нужно поучиться но учиться то времени как бы тоже нужно время отдельно поэтому поглядела я посмотрела что здесь не заморачиваются с этими изнанками и решила что я ее вышью как получается вот пусть меня ругаете ну как получится я ее вышью потому что пока не такая я хорошая рукодельница чтобы прямо с идеальной изнанкой это определенная другая должна быть техника не так как я вышиваю крестики но в общем решила я ее вышивать вышила эту розочку хотя бы одну угловую перешла на центральный элемент уже начала вот ну и все на что меня захватила конечно же нужно завершить эту красоту будет очень классная вещь нитки здесь видите дмс их много они яркие такие сочные какая будет красота поэтому хоть потихоньку хоть как-то надо это все вышивать какие-то себе план опять что ли строить хотя все я уже зареглась планы строить не буду не хочу у меня не получается выполнять планы мне получается вышивать только по настроению вспомнила какой-то процесс захотелось вдохновилась пошла и стала вышивать и знаете в этом кайф потому что за то время когда я перестала вышивать у меня пропало и настроение вышивать и смысл в этой вышивке я вообще весь потеряла потерял интерес и думаю ну все настало меня не вышиву и вышивать и наверное уже вот так больше не буду но в таких объемах как я вышивала раньше я уже не смогу вышивать физически потому что мне нужно делать какие-то упражнения нужно заниматься другими делами и так много активно вышивать и не смогу но в любом случае буду стараться буду стараться вышивать и ну как-то буду показываться я подумаю как не организовать свой канал потому что я понимаю что много человек меня все-таки ждет мои видео хотят смотреть кому-то я нужна и раз я все равно вышиваю нужно конечно продолжать как-то вести свой канал просто я подумал какой формат это будет как раньше кажущую неделю я так не смогу уже может быть будет по мере поступления информации может быть это будет раз в месяц там раз две недели ну посмотрим как как-то организуемся так и осталось нему показать еще один процесс такой вот знаете самый ух классный бегу-бегу несу станок так прибежала все принесла показываю моя красавица раритетная ангел легальности прям вот мечта так горела так искала по по счастливой случайности нашла этот набор и купила еще один который в пару который хотела нашла два прям вместе купила прям такое счастье такая радость вот и сразу же как только получилось сразу приступила к вышивке набросилась давай шить шила 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 вот как только к половине подобралась вот так у меня все там и начало происходить моей жизни и станочек этот я отставила в сторону ну вот сейчас уже я потихоньку начала возвращаться к этому процессу уже здесь и конечно перекрутила у меня здесь во первых это у нас аида с оригинального набора аида с оригинального набора 18 здесь каунт решила ничего не менять и вышивать все по оригиналу потому что не наберешься основ на все эти замены что в чем хотела сказать о по разметке так как я боюсь стирать эту работу и мне девочки уже присылали сообщение фотографии что очень линей от нитки прям вот тяжело все это отстирать у кого-то не отстирались испортились работы и поэтому я здесь вот леска делаю разметку мононитью как только я вышиваю какой-то участок я потом сразу эти нитки вытаскиваю очень удобно комфортно я делаю себе вот только по горизонтали разбивку видно то я показываю может не видно вот 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 по горизонтали мне достаточно хотя бы какой-то ориентир где я нахожусь вот чтобы вышивать и вышивка очень простая крестом здесь идет у нас в две нити полукрест у нас только вот в крылышках здесь буквально его совсем чуть-чуть так вот 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 так буду подтягивать вот здесь вот полукрест в три нити а так все крестом вышивается очень простая легкая схема это нет не тот gold collection где там очень много разных сложений такие все вы крутасы тут все просто но настолько все классно настолько это все объемно это такая пушистая юбка посмотрите какие складки здесь классные вот этот бэкстич выполняется золотой ниткой по низу по краю вот это кружево у юбки кружева просто складки вышиваются разноцветным бэкстичем вот здесь вот посмотрите какой очень тонкий бэкстич в одну ниточку и французские узелочки как бусинки такая красота вот здесь вот украшение всякие звездочки колокольчики и будут здесь выкладные нити идти от руки к вот этим вот украшением пока я их не выполнила потому что тут еще не дошит участок также снежинки вышиваются вот чуть-чуть видно здесь мне видите с креником это бленд с креником здесь тоже будут снежинки пока я их не вышила не так ли не высчитывать на чистом поле где должны быть снежинки поэтому я тягиваю этот момент шубка мне здесь очень нравится вот то что мне здесь нравится такая такая пушистая такая настоящая цвет зеленый шикарный вот эти лэзи-дэйзи металлизированные ниточкой да очень красиво и что еще вот этот бэкстич зеленым по красному шикарного создают такой объем этой пушистой шубки вот чуть чуть не дошила вот сейчас заметила вот такая красота будет ой балдеть обалдеть это конечно мне такой процесс который я вот сейчас вышиваю после без корню я займусь этой красавицей я себя не гоню в этом году я не успею завершить хотя здесь немного то осталось но в январе завершится ничего откроется январь меня вот таким вот красивым и ну не просто красивым очень шикарным финишем я на это надеюсь у нас уже здесь рука шубка крылышко вот швается очень легко очень легко приятно и получается потрясающе просто это вот настолько любимый дизайн очень любимый прям не хочется с ним расставаться он уже завершается вот он меня ждет девушка на здесь очень кстати симпатичная личка у нее там головной убор веночек французские узелки даже буду здесь в шубке забыла украшение бисер бисер и бусины видите эти беленькие пока не пришиваю уже в самом конце буду пришивать стирать наверное не буду просто проглажу есть его готова боюсь тирать честно красивая будет девушка вот тут тоже будет в одеждах какой-то пиксич металликом наверно интересный дизайн девушка красивая шикарная и пару этой красавицей может быть она не пара ну как бы так вместе я купила не мне меня затронули мою душу эти два дизайна вот такая вот такая девушка хотел сказать ангел вот такой вот такой вот ангел интересная рамочка в общем меня тоже ждет приключения с этим дизайном потому что это не вышивка это как приключение новую историю открываешь ты вышиваешь эмоции какие-то приобретаешь проживаешь это дизайн когда завершаешь вроде бы история как бы завершается сумочки подарочные старые старые дизайны я купила мне повезло просто вот счастье вот ну что по процессам я вам показала надеюсь все показала если что не показала покажется уже потом в процессах буду снимать видео о всех моих процессах которые со мной переходят переползают 22 год об итогах конечно сниму сейчас хочу показать вам покупки покупка у меня только одна я ее заказывала давно к дню рождению не рождение прошел покупка у меня лежит хотела начинать ну как вы понимаете не получается но неважно главное купила и это очень крутая покупка потому что сейчас я покупок уже больше не делаю а у меня еще будет и и старт еще один так с чего бы мне начать чего бы мне вам начать столько мне вам оказывается нужно еще показать и рассказать ну давайте давайте наверное о покупках а потом так и о покупках покупка у меня одна сделала я эту покупку давно под заказ она у меня была долго ждала пришла на ко мне пришла на ко мне тоже со всеми налогами ну куда уже было деваться вот уже и неважно ладно главное что заказ получен и давайте посмотрим что у меня здесь 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 самое настоящее богатство вот правда значит во первых у меня здесь куплены ниточки специально под очень интересный проект это шелк я в шелках не разбираюсь купила вот такой красивый такой красивую красивый дизайн уже заговариваюсь вы меня простите это такой сэмплер здесь схема на два дизайна вот на такой вот на такой они оба очень симпатичные вышиваются они на черном белфасте купила ткань хотела показать вам вот уже все уже не могу найти где эта тканюшка вот на черном белфасте вот такими нитками я долго не могла найти эти нитки я вообще как бы не могла понять этот ключ мне незнакомый шелка и я маялась маялась и обратилась к ксении магазин магазин мадам нидл я у нее делала уже покупку там вот этот покупала сэмплер но я не догадалась сразу заказать нитки как-то вот купила да и купила думала ну потом да закажу шелковые нитки на 1 2 3 стичь они тут то было их не так то просто найти ну чтобы они все были да и обратилась ксении ксения по ключу мне их все подобрала что нужно было вот они у меня есть нитки стоят просто как крыло самолета конечно сумасшедшие деньги но мне было просто интересно вот что это за шелк как какие-то будут цвета можно конечно подобрать и в дмс я думаю что прям вот ничего бы критичного не было но так как это первый мой такой дизайн до серьезный мне захотелось уже купить уже эти нитки ладно раскошелиться и совершенно не жалею буду пробовать цвета шикарные очень вкусные прям вот морская волна морская волна и а вот эта золотая рыбка среди морской волны вот такая красивая палитра ниточки шикарные вот так вот эти ниточки называются смотрите кто у нас знатоки шелковых ниточек вот этот дизайн я буду вышивать в следующем году я на это надеюсь что буду все уже я купила все приготовила ну хотя бы начать уж как-то надо собраться силами но там единственная основа очень сложная белфис черный какая она сложная то снова может быть на или буду вышивать я еще подумаю я конечно вроде бы нужна равномерка но там такая основа для глаз будет очень сложно вот и еще один заказ тоже сумасшедший просто какой он классный так это миробилия кто-то сейчас скажет юля ты говорила что не будешь вышивать русалок вот только скажешь на тебе русалки я листала листала миробилии и вот увидела этот дизайн здесь такая просто ферия какая-то вот красок цветов какое-то волшебство я соблазнилась вот соблазнилась на вот эту не мозаику как правильно сказать на вот эту всю яркость и необычность дизайна он как бы как отражен да как получается как копия в обратную сторону и очень это красиво смотрится интересно две такие русалки вот бисер украшения соответственно вот она все это богатство весь этот бисер и украшения такой красивый вот смотрите крупненькие такие бусины это у нас рубка беленькая такая перламутровая зелененькая рубка бисер такой красивый очень красивый очень украшение шикарные просто великолепные также здесь есть ниточки ручного секционного крошения тоже очень такие красивые интересные с переливами это у нас waterlilis эти нитки я знаю вот и вот такой вот креник тоже очень мятного цвета такой интересный цвет шикарный и вот ксении вот такие вот иголочки джон джеймс с ушком которая сверху как бы ниточка вдевается не нужно заправлять ушко сверху просто закрепляется никогда я не видела таких игол вот и будет интересно попробовать на этом дизайне чтобы все было такое необычное единственная проблема у меня теперь с этим дизайном то что у меня нет основы здесь нужна серенькая основа я уже почитала посмотрела в интернете эту основу в запасах у меня такой нет и я значит смотрела что у меня есть в запасах чем богаты а богаты мы только вот чем у меня есть дав grey это я покупала под дизайны dimensions ну все мы знаете цвайгард тав грей она конечно очень темная сюда под этот дизайн можно обыграть но темновато есть у меня вот такая лавандовая основа это что-то будет поинтереснее наверное это у меня тоже равномерка цвайгард 16 мурана 16 кант мурана вот ее можно обыграть но я конечно еще хочу съездить закончится у нас все ограничения хочу съездить в магазин доехать где привозят разную равномерку цвайгард и посмотреть может быть там есть и серенькая а вдруг вот ну как вариант думаю что это лавандовая тоже будет прикольно наверное как думать может быть я ошибаюсь пишите мне ваше мнение очень тоже для меня важно вот такая вот у меня еще есть идея это все кандидаты на старт следующего года я вообще себе так подумала что планов делать не буду не буду даже себя грызть угрызениями совести что мне очень много начатых процессов если мы видео всех моих процессов какая разница сколько их там начато если мне захочется мне конечно захочется начать вот такие вот дизайн интересный я буду начинать что там вышивается как-то будет идти у меня в перемешку новая старая пусть идет как идет как говорится жизнь быстротечного столько всего интересного ну надо же все это как-то хоть по начинать потихоньку буду вышивать вот это очень интересный такой дизайн нитки здесь тоже классные такие цвета но я еще дмс не собирала хотя их здесь немного немного здесь цветов так а что у нас здесь есть вот такие цвета меня на не все есть нитки нет очень не хватает только керен ватер лили скринник мухию есть а это дмс флос что-то у нас а ну да мулине ладно разберемся разберемся что к чему посмотрю здесь какие-то еще есть такие номера что-то я не поняла надо бы почитать поизучать не изучала ничего внимательно так просто кинула взглядом вот и есть у меня здесь кусочек черная основы черной аиды я просто открыть показать вам как на черной основе шикарно смотрятся вот эти нитки я уже это делала смотрите какая красота обалдеть вот это будет сэмплер да очень ярко очень красиво и мне вот нравится особенно и вот из этих двух конечно вот это тоже классный и вот этот нравится прям не знаю с чего начать наверное начнут с этого красота вот такая у меня здесь красота это то что касается покупок ну или что покажу вам еще мою идею об одном новом проекте который у меня организовывается и который скорее всего состоится ну я так думаю что все таки состоится вот так небольшая интрига вот так кусок кусок вот такой вот канвы вот такая куча не так небольшая интрига я вам порассказываю пока вот так значит я тут сижу вышиваю видео смотрю и думаю следующий год год тигра а не вышить ли мне какого-нибудь тигрулю думала думала тигра повышать вроде бы как бы и особо и не хочется мне вот прям вот не горит не вышить тигра но год тигра и хочется там в январе там в новогоднюю ночь начать новый процесс потому что такого в жизни моей рукодельной еще не было я на тему вот именно года ничего не начинала в новогоднюю ночь это просто вот такая как бы игра да сам сам сюжет тигра у меня не то чтобы там прям вот мне очень хочется но вот сама идея попробовать что-то такое начать хотя бы начать я уж не знаю буду я там вышивать не буду у меня такая идея значит возникла значит мне загорелось найти какого-то тигра я стала думать что у меня есть в запасах на тему тигра искала искала на тему тигра ничего у меня нет у меня есть очень красивый у диманшинс гепард раритетный но ты же гепард даже не тигр у нас вот тигра поэтому просто так вот кошку не будем вышивать кошек у меня разных хватает а вот тигра нет думала я думала решила от кастым крафт надо что-то начать интересное поискать я искала искала были уже какие-то варианты хотела уже схему нашла в общем как-то стала себя настраивать на тигр от кастым крафт у них там много красивых тигров но потом подумала что кастым крафт конечно он классный но старые схемы немножко есть там прогонистые с вопросами не то чтобы они там прям плохим но есть с вопросами и решила поискать еще просто схемы от свободных авторов авторские в общем стала искать искать и девочки готовьтесь я нашла я нашла себе тигрика такого небольшого тигрика начать новогоднюю ночь пожалуйста от химера рыжая пара 250 на 473 крестика разработка 2016 года такие классные тигрики как панелька будет длинненькая я посмотрела на 18 каунте посчитала у нас это получается 36 на 66 сантиметров совсем такая несложная работа что нам мы здесь крестики на гора выдаем тысячами вот ну этих тигриков можно вышить вот так одного прям вот прям как у кастом крафт есть такой шикарный тигр но здесь вот картинка смотрится более проработана более четко конечно распечатка не такая яркая как в компьютере получается да ну для как бы передачи информации достойно вот и у кастом крафт как бы есть такой сюжет а здесь вот два тигра что мне понравилось звери топарные они не спят не валяются ничего они вот как бы такие сосредоточенно за вами наблюдают чтобы вы ни шаг ни лево ни вправо и муха так сказать не пролетела очень нравится мне этот расплывчатый зеленый фон придает свежести и такой бодроты ну и тигрики вроде бы хорошо проработанные были у меня идея тигров от дименшинс высший такого знаете в профиль очень классный но опять подбором знаете вот ну не захотела я опять подбором не обломала ну все подбором и подбором не хочу очередной мытью мне очень тигры тоже нравится но ты же нужно как и задача чтобы на борта раздобыть а мне горит сейчас поэтому тоже в пролете оказалась эта идея а тут раз и схему я купила сразу и скачала и вот оно тем более у меня то видите тканюха есть нитки все есть чуть-чуть мне не хватило поэтому я уже сегодня заказала тигров начинать буду конечно это такая авантюра юля и такую большую работу но посмотрим а вдруг мне понравится они понравятся но выброшу и ладно и забудем мы об этих тиграх а может быть я выше только одного можно вышить хоть вот так хоть вот так можно вышить я сначала подумал начать прям вот снизу чтобы пойти середины может только одного вышить но боюсь у меня будут границы поэтому пойду все-таки вышивать с нижнего тигра даже если выше вот так тоже имеет место быть тигруля а если мне понравится я прямо два выше мне нравится что здесь два тигра все-таки парных животных я люблю это какая-то гармония тигрики здесь мне очень нравятся они такие прям пушистые классные сытые воспитанные хорошие тигрики подумаю как начать может быть начну вот где-то здесь подбородка чтобы хоть какую-то морду вышить а не шить просто вот этот камень да там долго сколько мне хватит на этих тигриков ну в общем девочки думала думала и решила что тигриком быть раз я уже эту схему напечатала точнее купила все нужно готовиться нитки практически все у меня есть чуть чуть не хватает заказала может завтра получу кусок основы у меня есть я покупала эту аиду уже очень давно лет пять-шесть назад купила прям вот метр аиды восемнадцатого каунта под дизайн и дименшенс это хорошая бежевая такая основа свой год соответственно восемнадцатый каунт ну то что надо отрежу здесь какой-то кусок померю там припуски там все как нужно и начну организовывать этот процесс инки нужно будет скорее всего нарезать на на планшетку навесить может быть в бобинках ставить не не люблю в бобинках такой серьезный процесс нужно будет их понавешивать ну в общем будут заниматься и организации этой процесса вот сидела сидела не вышивала не вышивала и тут тебе на химера вот такой вот 250 на 473 крестика ну красивые тигры что уж посмотрим как у меня с ними сложится отношения как будет так будет главное знаете вот это настроение этот азарт самого сам процесс подбора ниток этой основы что-то думать что-то организовывать начать сделать эти первые крестики а там уже посмотрим как у нас будет получаться вот такие у меня новости получились немножко сумбурно все вместе обо всем я надеюсь вы повышевали буду благодарна за лайки конечно же за комментарии они очень важны на этом у меня все желаем хорошего настроения до новых встреч а всех вас наступающим новым годом сообщить с праздниками с рождеством счастья здоровья и любви и до новых встреч пока 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 пока